Всем привет, меня зовут Лиля, а вы на канале Just One More Page. И я не могла себя долго держать, чтобы не сесть и не записывать это видео, потому что мне пришла вот такая замечательная коробка, в которой 5 килограмм книг содержится. И мне настолько уже хочется поделиться с вами всеми моими приобретениями, сделанные за последнее время. Но я думаю, вы уже поняли курс нашего разговора сегодня, так что поехали скорее. Я настолько рада, что мне наконец-то пришли эти книжечки, потому что я собирала эти книги полтора целых года. Их я покупала на закупках, а ассортимент там не вполне в моём вкусе, так что все эти крупицы книг, которые меня интересуют, что я там смогла отыскать, я, конечно же, себе заказывала и ждала так долго, чтобы они ко мне пришли. Но зато теперь я невероятно счастлива, потому что все эти книги, которые я там купила, заказала, они настолько меня радуют, что я целые дни до момента съёмок этого видео ходила и просто облизывала эту коробку, залезала туда, шушала этими книжечками, постоянно перелистывала их, вертела в руках, в общем, не могла от них оторваться. Ну и раз уж я настолько возбудоражена ими, давайте же с этой коробки начнём, посмотрим, что я там заказывала. Так, давайте покажу вам содержимое. Та-та-дам! Видно? Видно? Надеюсь, что что-то вы увидели. Сейчас я поставлю её на пол, чтобы не держать всё время на коленях, и мы с вами начнём. Из-за того, что выбор на этих закупках был не совсем широк для меня конкретно, а то большинство, что я там заказала и купила, это будет, конечно же, про Китай, Азию, вот это всё, всё, что с этим связан. Так что не удивляйтесь этим книжкам. Ну а начну я с двух замечательных просто изданий. Конечно же, китайская автор Масян Тунсю, моя любимая китайская автор. Хочу вам показать пятый том Небожителей. Я всё-таки решила продолжить собирать эти книги у себя на полках, но несколько нестандартно, так как у меня есть первые три части, и я заказала пятую, потому что пятый том я не читала. И вот хочу в ближайшее время взяться, перечитать эту историю, уже в переводе официальном, и всё-таки не то чтобы решить для себя, но как-то заново познакомиться с этой историей, уже подробно, так как я два тома там пропустила, когда читала в электронке, и составить, может быть, новое мнение об этой книге, а может быть, я приду к тем же самым выводам, что не исключено. Но мне так нравится, как издают эти книги. Небожители просто шикарно выходят у... Кто это? Азбука ведь вроде издаёт, или не азбука? Эксмо. Мне так нравится то, что у них содержится под суперобложкой. Каждый раз разный цвет они выбирают для основной обложки, и это так классно гармонирует с суперобложкой. Я просто счастлива. И ещё расскажу вам куёзную историю. Когда мне уже пришли все книги, я решила написать администраторам, кто занимается этими закупками, выразить им благодарность и немножко посетовать, потому что вот я полистала книжечку, не нашла в них иллюстрации изначально, и вот немножко посетовала администратору, что вы знаете. Мне какой-то, видимо, бракованный том пришёл, потому что там нет ни одной иллюстрации, а я видела, что они есть. Ну, в принципе, Эксмо всегда делает иллюстрации к небожителям. Но потом, как только я отправила это сообщение, решила постранично полистать эту книгу, и вот тяна, они нашлись. И я спешно пишу администратору, о, Господи, мне так неловко стало в этот момент, что я просто решила поныть. Ноль дней без драмы, как говорится. Но, слава Богу, пошли в моё положение, поняли, что я просто дурочка, и не обиделись на меня, даже, может быть, посмеялись. Ну, и ещё одна просто прекраснейшая книга. Когда она ко мне пришла, я её просто листала несколько раз подряд, постоянно снимала, одевала в суперобложку, потому что то, как издали первые том системы, это что-то невероятное. Вообще, я решила купить эту книгу, хотя я изначально не планировала не читать эту историю, а не покупать. Тем более эти томики дешёвые, потому что, ну, это изданно просто шедеврально. Вот вы посмотрите, насколько отличаются даже форматы этих книг по сравнению с небожителями. Вот это немножечко удлинённое, так скажем, формат. И внутри не просто шикарные иллюстрации, там есть ещё на страницах чиби. Чибики — это такие вот скетчевые зарисовки, не на полную страницу, а так где-нибудь в уголках. И я удивилась тому, как красиво просто, завораживающе красиво сделана каждая страница. Там и бамбук, и какое-то украшение, подвеска, и веер. В общем, это настолько, я не знаю, с любовью это делалось, что ли, всю душу, наверное, те, кто издавал эту книгу, прикладывали к выпуску данной продукции, что я не смогла пройти мимо. И так как Моисян Тунсио — моя любимая шеа-актор именно китайских новелл, то я решила себе в коллекцию ещё и приобрести систему. И теперь хожу вокруг этой книги, и мне хочется просто взять её и прочитать. Хотя я уже два раза пыталась в интернете, и мне просто не заходил этот текст. Но думаю, с таким шикарным оформлением я смогу дойти до финала. Ну что ж, давайте продолжим нашу азиатскую тематику. И я вам покажу ещё книжечки примерно в этом же направлении. Начну я, наверное, с вот этой «Легенда о Джао Яу». Эта книга приобреталась в несколько тоже курьёзной ситуации. На момент предзаказа выходила эта книга, то было несколько вот и оформления что-то там похожее, и название тоже было похожим. Но одна была, вот, знаете, Тилиян Кэддлт История, вот как раз китайская новелла, это вот она и есть. А вторая реально была книга легенд, китайских легенд. И я при заказе этой книги перепутала её с другой, но когда уже мне пришёл чек, отказываться было нельзя. Поэтому эта книга появилась у меня. Я не то чтобы настроена к ней благожелательно. Да, я почитала аннотацию, в принципе, меня аннотация не отталкивает, и книга тоже неплохо сделана. Здесь даже есть такой вкладыш, с которым я тоже долго мучилась, потому что никак не могла понять, как он открывается. Очень тут... Немножко не подуманно сделано, ну, вот такой вкладыш с внутренностями замка дворца какого-то. Также здесь у нас представлена, как я понимаю, наша главная героиня, а на второй обороте наш главный герой. Ну, или её любовный интерес, не знаю. То примечательно, мне нравится, что на Форзеце есть схематические изображения различных школ, которые будут представлены в этом мире. Ну, и также давайте немножечко по сюжету я пройду. А здесь у нас главная героиня является демоницей, которая умерла, не достигнув, а или только-только достигнув уровня своего пика. И вот ведь незадача для нашей главной героини, что она не смогла переродиться, так как её переполняла злоба и ненависть, она хотела отомстить одному человеку из её прошлой жизни, который её убил. И вот подворачивается ей счастливый момент. На её могиле теряет сознание, какая-то ученица какой-то школы. И она вселяется в эту бедную девушку. И вот она решила, обретя тело, отомстить своему убийце. Я не скажу, что меня прям очень сильно интересует данная история, но почитаем, почитаем, посмотрим, как оно может быть даже и интересно. Ещё одна китайская новелла, вроде как, оно здесь, меня уже интересуют аннотации, и я знала, что я покупаю хотя бы. Это шесть имён кота демона. И вы посмотрите, такие классные отпечаточки ног. Здесь мне очень понравилось то, как немножечко сумбурно, немножечко запутанно нам представлена аннотация. Как раз пойдёт речь здесь про какую-то императрицу у дитянь, которая ненавидит кошек. И вот она возвращается в город, который ненавидят с детства. И в момент её возвращения там происходят какие-то странные вещи. Например, в императорской спальне появляются пугающие письмена, а ребёнок из резиденции принцессы находится с расколотым черепом. Согровищница разграблена, а стая поющих и танцующих котов, которые сопровождали повозку полную серебра, испаряется в воздухе. Всё дело в том, что, оказывается, возвращается какой-то демонический кот, который желает отомстить этой императрице. Как я уже сказала, эта аннотация немножечко сумбурна, немножечко запутанная. И я ожидаю, знаете, от повествования некоторого сюра, что ли, но сюра в наилучшем его проявлении, чтобы это было задорно, чтобы это было интересно, чтобы книга была напряжённой и текст просто история не отпускала тебя, она захватывала, и ты хотел бы разобраться во всей этой мешанине, которая представляет собой сюжет. Это чисто мои предположения. Как обычно, в таких случаях у меня бывает, что они не сходятся с реальностью, но я пытаюсь, пытаюсь занизить свои ожидания от этой книги, но надеюсь, что по итогу она мне понравится. От новеллы давайте перейдём к чему-нибудь более серьёзному, и я вам покажу книгу про династию Тан. Это книга китайского историка, и здесь рассказывается именно про династию Тан от её остановления рассвета до упадка. Династия Тан это древний влиятельный род, период правления которого Китай превратился в мощную державу, и на неё даже стали равняться другие правители государств. Как вы понимаете, меня заинтересовала именно тема Китая. Я решила углубить свои познания по китайоведению и начать с истории. И вот мне попалась на глаза такая интересная книга. Я ожидаю, что она написана не сухо. Что меня здесь ещё порадовало, есть цветные вставочки на мелованной бумаге. Здесь у нас представлены различные изображения, живопись в общем китайская, а на форзах у нас даже есть представители этой самой династии. Титан. Но я так понимаю, это все императоры, которые там правили. Книжечка не слишком большая, но я надеюсь, что очень даже информативная. И учитывая, что автор у нас китаец, то можно ожидать от неё чего-то более углублённого. В общем, буду просвещаться. Дальше покажу вам такую книжку малыш. И когда она ко мне пришла, я даже не ожидала, что у неё такого мини-формата и вот столько там мало страничек. Это у нас портрет учителя Хироми Каваками. Это история современного японского писателя. К сожалению, я не помню пол этого писателя. по именам японским не всегда можно определить человека, который скрывается за этим именем. Но вроде бы это она, но я могу ошибаться. Не будем на этом долго заострять внимание. Здесь у нас будет история Цукика, которая влюбляется в учителя, который старше её, но тут и не школьная драма, и не школьная романтика, ничего такого запретного здесь нет. Цукика уже достаточно взрослая женщина, и вот в одном из баров она встречает школьного учителя, и они там постоянно зависают друг с другом, и в общем это будет трогательная история любви, которая предвещает сезон цветения Сакуи. В общем взяла просто попробовать современную японскую литературу, у меня уже было знакомство, мне вроде как понравилось, потому что с классической японской литературой, а именно 20 века у меня вообще не складывается, там такая мрачнятина, что господи-господи, наш Достоевский отдыхает. Ну и две оставшиеся книги у меня здесь, это Нонфики, значит философия Наруто, все скрытые смыслы этого аниме. Как вы понимаете, я взяла эту книгу только потому, что я являюсь фанатом Наруто, это моё любимое аниме, и теперь ещё и манго, потихоньку собираю её на полочках, но это не такой быстрый процесс, и вот я решила ознакомиться с данным Нонфиком, это у нас переводная литература, и по содержанию автор решил пройтись вообще по всей вселенной Наруто, он хочет разобрать персонажей, разобрать символизм персонажей, и также обозреть всё творчество Масаси Кисимото. Я, честно говоря, в предвкушении этой книги, мне интересны всегда такие точные подробные разборы творчества какого-либо художника слэш писателя, в общем, мангаки, я бы, наверное, побольше хотела таких книг, мне очень понравилось своё время почитать Волшебные Миры Хайо Минзаки, только как скрупулёзно там автор разбирала каждый фильм отдельно и сравнивала с биографией писателя, и надеюсь, что от этой книги получу примерно такое же содержание, хотя бы это будет интересно, я подчеркну что-то новое для себя здесь, Ну и последняя книга на азиатскую тематику, это у нас мифы Индии, я решила попробовать данную серию у Бампора, вроде бы это хорошее издательство, по крайней мере, оно славится своими книгами, своим нонфиком, и вот так вот пристав, в принципе, это неплохой бюджетный вариант, не слишком толстая книжечка, но я вам скажу, мифов тоже они не слишком толстые, есть иллюстрации, они сделаны на обычной бумаге, но они кое-где даже есть цветные, ненавижу, когда меня прерывают, так вот, здесь даже есть цветные иллюстрации, и в принципе, сделано это неплохо, прочитанное, наверное, потом сравню подход мифа к изданию книг про миф, мифы, и подход к Бампора, и скажу вам свое мнение, где мне понравилось больше, где лучше подавался материал, но я понимаю, что по идее это все зависит именно от автора, давайте я продолжу говорить про нонфик, и последний оставшийся, который я заказала, это уже от Тамары Эльдельман, и Дороги Средневековья, про, как вы понимаете, Средневековье, с Тамарой Эльдельман я немножечко знакома, смотрела несколько интервью с ней, несколько видео на ее канале исторически, и мне не слишком понравилась ее подача, как она сама призналась, она перепропускает все, весь текст, что она хочет произнести, все те истории, что она хочет рассказать и донести нам через себя, и на выходе получается очень эмоционально, слишком много ее эмоций я считываю, а мне бы хотелось более, не знаю, отстраненный взгляд на какие-то события, которые преподносятся как исторические события, и я решила попробовать почитать ее книги, и что меня удивило, что здесь будут рассказывать про Средневековье не в классическом понимании, именно Средневековье Европы, а вообще, как проходило Средневековье по всему миру, потому что у меня здесь будет на самураях, викингах, крестоносцах, рыцарях, городах, замках, монастырях, даже Тамара Эдельман тут затрагивает про Ольгу, про Бориса и Глеба, про Орду, про прототопа Авакума, в общем, она собрала здесь все, я бы хотела взглянуть на такую историческую перспективу, потому что меня, например, в школе всегда сбивало толку, когда ты изучаешь историю определенного какого-то географического пространства, вот, от и до, что называется, потом переходишь к другому историческому пространству, географическому пространству, простите, дальше твои знания смешиваются, ты не можешь одно сопоставить с другим, например, я была в таком дичайшем шоке, когда узнала, что Пусун Лин, автор различных рассказов про духов и нечисть из Китая, он жил в одной и то же, в одном и том же историческом периоде, когда правил Людовик, как он там, 14 что ли, был красивый, здесь также есть чудные иллюстрации на обычной бумаге, и представляют они различные страны, различную живопись различных стран. Можно сказать, что за ту цену, которую я купила, это доступный вариант исторического нофика, почитаю, узнаю, как это всё, вам обязательно расскажу. Так, ну и остались у меня две книги, и, наверное, расскажу я вам сначала про Гая Гавриэла Кея, «Все моря мира». Я не планировала читать эту книгу, с опаской подходила к этому писателю, кто-то хвалит, а с кого-то я вообще ничего не слышала про эту книгу, но это достаточно популярный автор, как нас здесь, в России, как, видимо, за рубежом, раз его аж перевели. Но благодаря Маше с каналу «Унесённые книгами» зародила вам идею почитать вместе «Все моря мира». Я знаю, что это часть из цикла, но как мне заверили, что можно читать эти части раздельно, не по порядку, а в любом порядке. Я вдохновилась, конечно же, этим. Тем более, мне очень нравится обложка у неё. Кстати говоря, здесь будет тема, которая меня прям очень интересует. Это «Наёмные убийцы». Я обожаю такое фэнтези, мне кажется, «Хлеба меня не корми», дай почитать что-нибудь про убийство. Ну вот, есть шанс познакомиться с этим автором. Надеюсь, у нас с ним всё сложится, но особых надежд я на него не возлагаю, так что как получится, так и получится. Ну и последняя книжечка из моих покупок. Роберта Баланья «Дикие сыщики». Я сочетовалась этой книгой с момента аннотации ещё в начале года, и тут же было её во всех предзаказах, и когда я поймала её на закупках, я в неё вцепилась руками и ногами, потому что по аннотации это что-то шикарное. Здесь переплетение столько всего, что давайте я вам прочитаю аннотацию, чтобы не путаться и не пересказывать это своими словами. Канун Нового года на дворе середины 70-х. Артура Билана Уиллиса Слима, основателя вестерального реализма, авангардного литературного направления, отправляются в пустыню Сонара на поиски таинственной и всеми позабытой поэтессы. Словещие события, произошедшие дальше, превращают их экскурсию в бегство, которое не прекращается спустя 20 лет. Их путь пролегает по Центральной Америке, Европе, Израилю и Западной Африке. С кем бы они не встретились, отверженные писатели меняют жизнь своих временных попутчиков навсегда. Это Одиссея по мрачной вселенной, рассказанная десятками разных голосов, чьи свидетельства сплетаются в единый эпос о невероятном почве путешествия двух людей, одержимых искусством. Это великолепно, просто. Во-первых, какое-то невероятное, я думаю, что отчасти придуманное направление литературы. Меня уже это заинтересовало. Это у нас роман, типа роут-роман, роут-столи, получается, здесь у нас будет, здесь есть элементы приключения как раз-таки Одиссеи, ой, и всё это будет связано с литературой. Мне кажется, это что-то прекрасное, конечно же, здесь будет литературная игра в духе постмодернизма и прочее вот с этим связано, но я ожидаю, что эта книга, но пока по аннотации эта книга настолько моя, что я невероятно рада заполучить её в свою коллекцию. Почитаем, узнаем подробнее, как говорится. Пока я просто рада, что в этом году появилось столько книг, которые меня потенциально интересуют. Давайте перейдём к другим покупкам. Их я делала уже не на закупках, просто в обычном талант-магазине, в оффлайн-магазине. Я, наверное, покажу вам сейчас последние мои приобретения. Это две книги ухватило просто по какой-то неслыханной цене. Я вообще узнала недавно, что в «Читой Городе» иногда устраивают такое, что целые полки объявляют, выставляют там книги и делают скидку в 50, а то и 30, а то и 70%. Вот такое вот у них бывает, находит у них что-то. И там я отхватила две себе книги. Во-первых, это «Джон Фаулс и любовница французского лейтенанта». Много слышала и об этом авторе, и об этой книге. Почитала антасу вроде что-то интересное, не знаю. Вообще, я больше взяла её для мамы. Мне кажется, что по названию это что-то её. Но если даже что-то не её, то это значит будет что-то моё. С автором не знакомо, а книги наслышанно. Это прям на слуху произведение. К тому же, Кристина говорила, что она читала и ей понравилось, что достойная книга. Плюсик. Уже добавляем плюсик к фаузу. Но, честно говоря, у меня достаточно большая степень заинтересованности в этой книге на данный момент. Дальше я приобрела Чигозия Биома. Давно хотела познакомиться с этим автором и оркестром меньшинств. Я слышала об этом авторе именно его книге «Половина жёлтого солнца». По-моему, так называется. Это у нас сам африканский писатель. Он пишет как раз про свой родной континент и свою родную страну. И здесь в данной книге у нас будет представлен молодой негрейский фермер, который влюбляется в девушку гораздо выше его по социальному положению. Вот он направляется на Кипр получать образование, но в итоге выясняется, что он был жестоко обманут, и вот он оказывается в чужой стране без денег, без всего и совершенно не знает, что ему дальше делать. А до мечты топать и топать. Дальше. Книга, приобретённая с фикс-прайса, и это нонфиг про экономику. Как устроена экономика? Внезапно почему-то я решила почитать что-то связанное с экономикой, хотя я, мне кажется, боюсь этого как огня. Опыт показал, что знания в области экономики ну, как бы важны в этой жизни. Вот так вот внезапно. Так что я решила немножечко преодолеть себя и думаю, что после прочтения данного Талмуда я чуть-чуть настану умнее, а может быть и нет. Автор у нас ведущий экономист, и он даже получал какую-то премию возрасширение границ экономической мысли. Он окончил Кембридж, преподавал там экономику и также написал несколько экономических бестселлеров. Для меня это звучит все очень-очень странно, но надеюсь, что он пишет не сухо, понятно, раз он преподаватель. И до меня он донесет какие-то мысли и идеи. Достаточно объемное произведение. Это у нас собор Ирины Измайлова. И меня заинтересовала здесь аннотация, потому что речь пойдет про архитектора, который соорудил Исаакиевский собор в Петербурге. Один из, не знаю, великолепнейших соборов в этом мире. Я была там, мне невероятно понравилось, что изнутри, что снаружи. Я была наверху на Кананаде. Невероятное место, просто у меня оттуда теплые воспоминания. И когда я видела, что есть роман об этом месте, роман про как раз-таки архитектора этого места, я заинтересовалась. Потому что здесь нам будут повествовать про то, как он приехал в Россию, про то, как он строил этот собор, а там же это как бы Петровская эпоха, то, как он взаимодействовал с людьми оттуда. Я думаю, что это крайне любопытно, но знаете, меня пугает объем. Надеюсь, что это не сухо и в принципе мне понравилось, как пишет писательница, потому что с ней я не знакома, вообще, честно говоря, о ней не слышала, но вот взяла на удачу, что называется эту книгу из большой любви к данному собору. Книга, которую я уже начала читать, и это «Вечная жизнь смерти», завершающая часть трилогии Люци Синя. Честно говоря, я не помню, чтобы я рассказывала об этой книге в каком-то из видео про покупки. Я пересмотрела два последних своих видео и не нашла там книги этой представленной. Мне казалось это чем-то странным, но да ладно, вот решил наверх стать упущенной. В общем, завершающая часть пока мне нравится даже больше, чем вторая часть. Но единственное, хочу вас предоставить речь, вообще не смотреть на Форзес. Я считаю, что это Форзес очень спойлерный. Но серьезно, там в хронологическом порядке рассказано, какие будут происходить события с тем или иным персонажем. А нельзя было это хотя бы в задний Форзес вынести, но никак не в передний. Вы хотите что, поспойлерить всю книгу? Объемная, объемная книжечка. Очень хочется дочитать ее в мае, потому что у меня на нее есть определенные планы. Я снимаю понятический дневник, и хотелось бы до лета мне все их закрыть, чтобы вам представить свой новый интересный формат этого фэнтези. Мы дошли до блога фэнтези, и тут хочу вам показать премию Пепла. Это один из авторов, которые написали пространство. Здесь у нас будет рассказываться про какой-то город Китамар, и история будет связана с нашей главной героиней, которая хочет расследовать смерть своего брата. Это первая книга из нового цикла, свеженького, так скажем, цикла. И уже я видела отзывы на эту книгу, кому-то она нравится, кому-то не нравится, но, в принципе, все говорят, что это довольно-таки бодрое фэнтези, чего, в принципе, я и хотела. Здесь меня очень заинтересовала именно обложка, почему-то на моменте, когда я заказывала её, мне на чём-то напоминало вулкан. Я не знаю, это мои чисто странные ассоциации вулкан, который разрушил Помпеи. Я не знаю, почему, что навлекло меня на эти мысли, но вот может быть название, кстати говоря, время пепла, очень даже в духе истории. Одни из звёздочек данных покупок, хотя звёздочек сегодня, ой, как много, наверное, большинство из этих книг гадают все звёздочки, все они невероятно шикарны, но это у нас начало первой тревоги из приквелов к малозанской истории Паши, которая, которая входит в большую-большую-большую вселенную империи Малозан, Малозанской империи. И, честно говоря, изначально я не то, чтобы планировала читать всю вселенную Малозанна, но, раз уж азбука издаёт, я не могла пройти мимо. Это у нас Кузница тьмы, и первая книга из Трелокии Харканаса. Как вы знаете, я невероятно люблю Малозанскую книгу Паши, и на вот эти любви к данному циклу я решила пойти всё-таки его приквела. Посмотрим, что здесь навоял Стивен Эриксон. Как я понимаю, во всей вселенной Малозанна пишет не только Эриксон, у него есть автор, который написал некоторые книги, по-моему, некоторые циклы даже, но это чисто Эриксоновская работа. А здесь у нас будут повествовать про временант, которые предшествовали Малозанской империи в вообще далёкие-далёкие времена. Хотя и в основном цикле Малозана Эриксон постоянно отсылает нас к прошлому, чтобы рассказать нам про расы, которая населяет этот мир, вообще про мир устройства, как что взаимодействует друг с другом, про некоторых закоренил вражду, которая происходит в данном мире. А здесь он решил пойти ещё дальше. Ну, несколько интересные, как видно по вложке, там будут даже драконы. Это Джулиан Барнс и предчувствие конца. Кристина отдала мне свой дубль этой книги, и мы как бы планируем совместно почитать её. Поэтому вот показываю в покупках, потому что в сентябре она отдала мне ещё в феврале, видимо, я забывала про неё рассказывать. Но вот сейчас вам показала. Джулиан Барнс уже представлен на моих полках. У меня есть портрет мужчины в красном. Теперь я даже не знаю, за какую книгу взяться в начале. Скорее всего, это будет вот это. Дальше ещё один интересный формат для книги. Здесь у меня Юкио Мисима и фонтаны под дождём. Я решила не снимать по манжету на книге, потому что она очень даже красивая и немножко переливается. Надеюсь, вам это видно. Я несколько с опаской подходила к этой книге, но всё же, видимо, я немножечко недооценила масштабы личности Юкио Мисима, потому что после отзыва Марины с канала Marine Book я очень сильно боюсь читать эту книгу. Судя по её отзывам, Мисима пишет очень жёстко. Он такой тёмный писатель, в плане, что у него вот здесь в голове такие дараканы, что Кавка позавидует. И очень красивые цвета, выбранные для обложки, но в книге присутствует жестокость. Ну что ж, Лиля знала, на что шла. Лиля читала японского автора 20 века, там тоже не всё радужно было. мы переносимся в мой любимый Китай и покажу вам ещё одну новинку. Это Тарш У и пятизвёздочный Минертер. Итак, книга у нас будет повествовать об атмосфере современного Китая и у нас здесь несколько главных героев, а именно это Фиви, девушка из провинции, Гарри Дерменский в прошлом паре, но сейчас он поп-звезда, он знает, в каких кругах он вертится, Джастин, но наследник молодой малайзийской семьи. И Ин Хой это бизнес-леди, успешная бизнес-леди, она сбежала из родной Малайзии, где была просто девочка из хорошей семьи и, видимо, добилась успехов в Китае. И также будет представлен какой-то негидагадочный рассказчик, который и будет повествовать об этих персонажах. Звучит интригуще, звучит интересно. Я всегда ищу романы именно про современный Китай, я невероятно, мне невероятно любопытно узнать, как они там живут, чем они живут, как представленных будет жизнь. В общем, про современного жителя Китая читать всегда интересно, а когда такое еще классовое расслоение, то вдвойне. Еще один китайский автор это Чень Цюфани, мусорный прибой. Это у нас уже фантастика. Здесь даже есть имя Люци Сини на обложке, видимо, он читал ее. Здесь у нас повествуется про некий остров, мусорный остров, который находится в океане, в близ, я так понимаю, Китая, и жители этого острова, они бедные, они остаются там выжить, а на этот остров мусорный вываливают мусор. На этом острове у берегов Китая плоды капитализма и культуры потребления находят свой конец. Тысячи рабочих мигрантов, таких как Мими, заманиваются на кремниевый остров обещаниями стабильной работы и лучшей жизни. Назревает конфликт между безжалостными местными бандами, борющимися за власть. Эко-террористы раскачивают лодку, американские инвесторы жаль за прибыли. Когда эти силы сталкиваются, вспыхнет война. В последнее время меня стали интересовать такие книги про экологические проблемы, и думаю, что почитать об этом через призму фантастики будет довольно любопытно и интересно. Эта книга, по-моему, сейчас вышла из продажи, ее, ну, как бы, не купить особо-то, я покупала ее с рук на Авито. Видела отзывы на Лайфлибе, многие из них не очень, кто-то пишет, что скучно, очень затянуто, неинтересно, посмотрим. Я все-таки возлагаю некоторую надежду на нее. Дальше. Книга, которую я невероятно счастлива, что ее приобрела. Очень-очень давно хотела к себе. Наконец-то смогу продолжить знакомство с Дэвидом Митчеллом, а так как приобрела «Девятый сон». Это вторая книга у Митчелла. Я читаю его по хронологическому порядку и вот накопила денежки на вторую его книгу. Здесь у нас будет про мальчика, японского мальчика, который решает отправиться в Токио, чтобы найти своего биологического отца, а тот как бы не хочет, чтобы его находили. И здесь будет реальность переплетаться с его сновидениями и такой немножечко сюрреалистический мир предстанет перед глазами читателя. Эту книгу хвалят даже больше, чем его депутный роман «Литературный признак». Я думаю, что Твичуло было не так уж сложно переплюнуть свой депут. «Литературный призрак» был занимательной книгой, но это был сборник рассказов, которые переплетаются между собой, но меня он прям не вдохновил. Здесь я ожидаю большего вдохновения от книги, что она мне придется больше потушек, так это полноценный роман. Да, больше букв дайте мне, но также я ожидаю, что возможно какие-то герои из предыдущего его романа появятся здесь, потому что я знаю о такой фишке автора, когда он переплетает линии событий не только внутри книги, но и между своими книгами образует такую вселенную из романов. По-моему, интересно звучит, но и обложки у его книг они всегда, конечно же, завораживают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наконец-то мы добрались до последних покупочек на данный момент, что у меня есть. Я вам покажу две книги на английском языке одного автора, это Селеста Инг. С ней я еще не знакома, я планирую начать читать все, чего я не сказала, но именно на русском. Очень хочется мне послушать именно аудиокнигу, но так как я вдохновилась не только своим будущим прочитанным, но и некоторыми отзывами на этого автора, то почему-то мне взбрело в голову, что я хочу иметь вот эту книгу Little Fies в живее, и по-русски это повсюду тлеет пожары на английском, но также увидела, что заодно продается слишком дорого. И последняя книга автора это All I'm Missing House, Наши пропащие сердца. Все эти книги, они изданы на русском языке, но вот я решила немножечко усложнить себе жизнь. И как вы можете заметить, сделаны они примерно в похожих гаммах, но они разного формата. Как я слышала, что сначала первый тираж, по-моему, издается именно в таком немножко увеличенном формате книг, а потом, когда книга расходится, раскупается, то ее уже издают в обычном формате, как у меня повсюду тлеют пожары. Кстати говоря, купила именно эту книгу, потому что мне очень понравилась обложка. Это так классно бумажный домик, который сгорает. Я когда это увидела, это просто меня привело в какое-то воодушевление. Мне так это понравилось. Классно сделано. Эту книгу нахвалила мне Аня Bookspace. Я прям загорелась именно после ее отзывов, почитайте эту, от «Наши пропавшие сердца». Я не ожидаю ничего грандиозного взяла просто за компанию, как говорится, и сходу меня удивило, что здесь не знаю, как это назвать, предисловие, не предисловие в эпиграфе. Есть цитаты из реквиема Анны Ахматова. Меня всегда удивляет, с одной стороны, кажется, что чему-то удивляться, как бы, и возбуждает, когда я вижу такие вот цитаты из русской нашей классики. Самое первое, помню, когда я читала фэнтези-книгу, вот ничто не предвещало, и там увидела цитату, по-моему, цитату Бродского. Интересно, и вот тут Анна Ахматова. Что ж, Селеста Инг у меня теперь ходит за листья, и вообще в последнее время книг на английском в моей коллекции пополнилось настолько, что читать мне ещё, наверное, лет пять их все, учитывая то, с какой скоростью я это читаю, или, лучше сказать, не читаю, то, да, мне надолго это хватит, но это не останавливает меня от покупок книж, что уже меня, походу, не остановит от покупок новых книг. На сегодня это всё, надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы порадовались вместе со мной, моим новым книжечком. Не забывайте ставить лайк, подписываться на этот канал, если вы ещё не подписались, также заходите в описании под этим видео, там будут ссылки на телеграм-канал и также тайм-коды. На телеграм-канал, кстати, тоже призываюсь вас подписаться, там бывают у меня интересные посты, выходит, да-да-да. Ну, а на сегодня всё, спасибо ещё раз огромное и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok